Рекламно-информационная программа Культпоход 12.06 в Кирове, действительно, программа Культпоход в эфире, в прямом эфире. Это значит, что мы сегодня будем разыгрывать призы и говорить с замечательными гостями. Меня зовут Анна Лапшина, моя соведущая Гульнара Галипова. Добрый день. Добрый день, Гульнара представляет гостей. Сегодня у нас в программе поэтесса, писательница Наталья Панишева. Здравствуйте. И Михаил Андрианов, актер театра «Нас с Паской». Здравствуйте. Мы позвали Наташу и Михаила вот по какому поводу. Совсем недавно вышла книга «Удивительная история о бабушках и дедушках». Это сборник рассказов о бабушках и дедушках, соответственно. И один из рассказов написан Натальей Панишевой. Мы сегодня поговорим как раз об этой книге, поговорим вообще о литературе такого сегмента, который можно отнести к детской и подростковой литературе. Очень хотели бы попросить Мишу прочитать нам отрывки из этого рассказа. Прямо сейчас, да? Нет, не прямо сейчас. Попозже немножко. Попозже немножко. Попозже пока не дошёл до Наташи. Поэтому мы будем ориентироваться просто на то, что ты сейчас расскажешь. В октябре же, да, насколько я понимаю, книга вышла? Совершенно верно. Книга вышла в октябре 2020 года. Этот сборник вышел в издательстве АСТ. Дело в том, что в Петербурге есть такая, ну, скажем, просветительская работа издательства АСТ. Это курсы мастер-текста. Ежегодно издательство набирает новый курс и обучает молодых писателей основам писательского мастерства, различным приёмам. И, соответственно, чтобы у авторов была возможность публиковаться и использовать полученное знание, так сказать, на практике, они выпускают вот такие межавторские сборники, которые называются вот сейчас «Удивительные истории». В этот раз тема была «Удивительные истории о бабушках и дедушках». И туда вошли рассказы выпускников этих курсов самых разных лет. Ну, а таким первым рассказом этого сборника рассказ Норины Абгарян «Бегония стал» и рассказ Александра Цыпкина «Сатирическая драма о любви и деньгах или о любви к деньгам». Эти авторы работают с учениками курсов мастер-текста, обучают их. И, соответственно, логично, что они стали открывать вот этот сборник. Хедлайнер. Хедлайнер этого сборника, да. Ну, а для меня, конечно, огромная честь оказаться под одной обложкой с Нориной Абгарян, так как это одна из моих, пожалуй, любимых современных писательниц. Да, современных писательниц, которые известны больше как автор, ориентированный на детскую и подростковую аудиторию. Меня как раз этот момент очень сильно заинтересовал, потому что в том объеме литературы, который сейчас выходит, по крайней мере, в том сегменте, который касается драматургии, очень много разговоров в последние годы о том, что провис провал полнейший с подростковой и детской литературой, и появились мастер-классы, появилось какое-то огромное количество текстов по написанию как раз литературы, драматургической, то есть пьес, для этой аудитории. И Наташе, ну вот коллеги, не дадут соврать, да, сейчас проходит очень много каких-то и лаборатории с этим связаны, и драматурги пишут сами. И вот эта вот тенденция, да, она, так понимаю, есть и в литературе. Что мне интересно, я не эксперт, к сожалению, не ресерчила там огромное количество книг, но ориентируясь на то мнение тех людей, которых я читаю, да, что литература, именно вот ориентированная подростков и на детей, она очень сильно меняется, да, то есть, во-первых, снимается огромное количество табу, которое раньше, может быть, существовало, и это какой-то честный, очень прямой разговор с детьми, подростками, ну, наверное, со всеми, да, о темах, которые раньше были табуированы, да, о теме насилия, о теме смерти, о теме секса, о теме каких-то, ну, то есть, о тех вещах, о которых я раньше считал, что с детьми не принято разговаривать, да. А когда так считалось? Я не знаю, я не помню, например, о своем детстве каких-то книг, да, где бы мне, ну, не с детьми взрослого. Нет, ну, о сексе действительно, может быть, а вот о смерти, о насилии, ну, не в том его виде, в котором мы воспринимаем насилие, там, на радиостанции взрослой, да, когда это криминалы, что-то такое прямо ужасное, а вот, ну, о принуждении к чему-то там, да, ведь были же книги, нет? Да, возможно, были, но, мне кажется, сейчас изменился формат. То есть, если проводить какую-то параллель, например, опять же, с медиа, ну, в более широком формате, например, вот с цифровой средой, да, то о теме смерти разговаривается в совершенно ином ключе, да, то есть есть прям компьютерные игры, где ты можешь пошагово, где можно, ну, какие-то прям практики, да, того, что происходит после того, как человек умирает. То есть это не... Есть такое мнение, что раньше вот эта травма прорабатывалась, ну, как ужасно, мы все рано или поздно там с этим можем столкнуться, да? Я не про это, я про то, что это пошагово. Смотри, раньше эту функцию выполнял ритуал, да, то есть полностью вот это вот ритуальное сообщество, оно, то есть все было проработано пошагово, как какие эмоции, какие формы горевания здесь возможны, да, то сейчас вот такие вот другие форматы, скажем, та же игра, где пошагово, где все объясняется, где есть какие-то развилки, где ты можешь понять это, и когда, если такая, не дай бог, там ситуация случается, да, столкнувшись, ты уже не будешь настолько растерян. Вот, мне это важно. Нет, я не говорю, что сейчас все рассказы в этом сборнике, да, они об этом, но, тем не менее, если мы говорим о возрасте, мы говорим о бабушках и дедушках, да, то такой опыт, конечно, возможен. И так или иначе эта тема там присутствует. Вот, поэтому, наверное, может быть, сейчас попросим как раз Мишу прочитать часть из этого рассказа, а потом еще поговорим. Я только хотела уточнить, это все-таки подготовка к смерти или подготовка к прощанию какому-то, да, вот с близким, дорогим человеком. Вот сейчас просто важная ремарка, чтобы было более или менее понятно. Мой рассказ, он называется «Потом приду», и Михаил прочитает предфинальную такую часть, диалог двух героев. Начинается этот рассказ с того, что к пожилой женщине внезапно приезжает совершенно незнакомый ей мужчина, который представляется ее братом и доказывает, что он действительно является ее братом по отцу. Они никогда в жизни не встречались, никогда не виделись, но сейчас он решил совершенно внезапно к ней приехать. Они довольно долго идут к этому предфинальному разговору, и финал, который после этого разговора следует, он совершенно всю историю переворачивает. Финал мы спойлерить не будем. Не будем. А диалог Михаил прочитает. Хорошо. «Я ведь не в первый раз сюда приезжаю», – виноват, – объяснил Вадим. «В первый раз приехал 31 год назад. У меня тогда мама умерла. И перед смертью она мне все про отца и рассказала. Я же рос, про отца ничего не знал. Нет и нет, дело житейское. Спрашивал, конечно, а мать ни в какую. Ты, мол, мой сын и больше ничей». А когда помирать собралась, она мне все и рассказала. И карточку отдала. И адрес назвала. Точно, и она не знала, только поселок. Егоровна кивнула. Ну, вот я и приехал. Не сразу, правда. Сначала мялся, не знал, что скажу, как скажу. А потом решился. Приехал, ткнулся туда-сюда, мол, где такие-то? А мне и говорят, вы, наверное, на похороны к ним. Я думал, неужели отца хоронят? Да где ж отца? Вздохнула Егоровна. Его уж к тому времени сколько в живых не было. Он же мамы твоей лет на десять старше был. Да, я уж потом это узнал, подтвердил Вадим. Это, получается, вашего мужа хоронили. Конечно, я к вам тогда не пошел, да меняли. Подумал, потом приеду. Но год запомнил. И дату помню хорошо. Пятнадцатый июня. Егоровна всхлипнула, потерла глаза. И что, тридцать один год ждал, чтобы снова приехать? Почему смутился Вадим? На следующий год у меня дочка родилась, не до того. Потом союз развалился, опять не до поездок. Второй раз я к вам в девяносто восьмом приезжал. Осенью. Катька только и выдохнула Егоровна. Да, сестра у вас тогда умерла, кивнул Вадим. Точнее, у нас. Опять не ко двору. И я решил, потом приеду. Я приезжал только в 2004-м, догадалась Егоровна. Тогда, Олег, понимаете... Виновата, пожал плечами Вадим. Я нерешительный, долго собираюсь, а как я не приеду, все на похороны угадаю. И я уж потом ездить зарекся. Ну, как будто из-за меня это все. А тут вдруг... Не знаю, что нашло. Мои все уехали, и я без раздумий, без сборов сел за руль и махнул к вам. Ехал и думал, надо ж как-то, ну, я не знаю, хоть меня в живых застать, подсказала Егоровна. Ну, что вы, замахал руками Вадим. Да ладно тебе. Егоровна подлила гостю чаю. Я крепко и еще помирать не собираюсь. Ты чай пей давай. И это... До утра, что ли, оставайся. Гляди, темнает уже. Куда ты на ночь глядя поедешь? Ну, что вы, вскочил с места Вадим. Я домой, не суетись, отрезала Егоровна. И, кстати, чего ты меня все на вы. Я же сестра тебе, пусть и не родная. Хочешь, я тебе семейный альбом покажу? Там отцовые карточки есть, военные еще. И Катька, и Олежек. Вот такой небольшой отрывочек. Дальше идет потрясающий финал, который, как Наташа правильно отметила, совершенно переворачивает всю эту историю и из реалистичной такой, наверное, манеры переводит его в какую-то магическую. Там очень здорово, да. Придет, когда в наш книжный магазин этот сборник. Да, обязательно почитайте, посмотрите. Я, кстати, вот сейчас на сайте магазина «Читай город» смотрю, да, и вижу, что книга там уже появилась. А, уже на сайте есть. Я только не знаю, да, это только онлайн или уже вживую можно. Даже в магазинах «Читай город» ее найти. Ну, кто хочет, может спросить, между прочим. Вполне возможно, уже доехала. До меня, к сожалению, еще не дошли авторские экземпляры. Это немножко дольше. Но мы их ждем с нетерпением. Я тоже жду, да, с автографом. Очень хочется эту книжку. Очень хочется ее с Мишей прочитать, с сыном. И вот еще, наверное, второй момент, да, который меня очень взволновал, когда я думала об этой книге. Тема все-таки бабушек и дедушек, да, явно там обозначены. И мне ужасно нравится вот этот интерес. Опять же, в последнее время в разных сферах проявляющийся, да, интерес к теме возраста. То есть это есть и в научных исследованиях. То есть огромный какой-то пласт исследований на эту тему направленный. Вот. Но там проблема в чем, да, когда мы говорим о науке, там есть такая дилемма, как этически, этично можно говорить об этом. То есть там все равно есть ограничение биологизаторского подхода, да, то есть... Более расшифровывай. Ну, то есть подхода, связанного с телесностью, с его проблемами, да, опять же, с болезнями, да. И насколько можно разговаривать о личностях, о людях, да, избегая, ну, скажем, какого-то приписывания им, то есть вот этих биологических каких-то характеристик. А мне кажется, как раз вот эта литература, она свободна от этого, да. То есть, мне кажется, говорить об этом можно... То есть, опять же, если мы берем науку, да, там есть такая тенденция понимания возраста как социального конструкта. То есть сейчас очень многие считают, что как гендер социально сконструирован, да, и не является биологически... Ну что, я... Нет, спасибо, 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 все хорошо. Точно так же и возраст является, ну, социально сконструирован, да, то есть основан на очень многих штампах и стереотипах. И то же самое касается там бабушек и дедушек, да, которых очень многие воспринимают, ну, вот в этом узком коридоре. И этого хотелось бы избежать, этого хотелось бы... Эту ситуацию как раз хотелось бы, наверное, изменить. Но вот сейчас литература меняет эту ситуацию однозначно, потому что появилось очень много книг, посвященных бабушкам и дедушкам, которые рассматривают этот возраст совершенно с другой стороны, освобождают его от вот как раз социальных стереотипов, о которых ты говорила. Есть, например, книга Юлии Кузнецовой, «Дом П» она называется, как раз про бабушку, которая, с одной стороны, такая привычная бабушка, у которой дома все чисто и красиво, на столе все время свежие рогалики, и как только она уезжает из дома, все идет в доме кувырком. Но при этом этот человек неуемной фантазии энергии, молодой энергии. И, соответственно, она становится не каким-то периферийным героем книги, а, в общем-то, главным, и она создает всю движуху вокруг себя. А если, кстати, возвращаться к теме, ты говорила о теме смерти, и о разборе темы смерти в современной литературе, особенно детской и подростковой, как мне кажется, я не совсем эксперт, конечно, в этой части, но, как мне кажется, сейчас наблюдается действительно перелом тенденции. Если в XIX веке в русской литературе, в классической, мы говорили о смерти с точки зрения, в первую очередь, христианства, и в детской литературе смерть объяснялась именно через религию. Потом, в XX веке, от религии произошел полный отказ, и в детской и подростковой литературе советской, как, опять же, мне кажется, в основном смерть шла в таком контексте смерти геройской. То есть это пионеры-герои, это или революция, или гражданская война, или война Великой Отечественной. И, соответственно, там было немножко непрогоревание, было про подвиг и про гордость. Соответственно, вся бытовая тема смерти, она была полностью снивелирована. Если смерть, то подвиг. Если не подвиг, вроде как и говорить не о чем. А сейчас литература переходит к осмыслению смерти именно бытовой, обыкновенной. Не от пули, не от бомбы, не защищая границы, а вот умирание... Уход из-за возраста, например. Да, из-за возраста. И, соответственно, детская литература к этому аспекту очень внимательно в последнее время относится, потому что это важно. Это про эмоции, это про психологические травмы, про привязанность. И, естественно, начинали это делать за рубежом. Потому что у них немножко другой контекст, другая религия, другое отношение, скажем так, к религии. Поэтому такие, как мне кажется, главные книги написаны в Европе об этом. Это Ульф Старк, «Моя сестренка-ангел» и «Звезда по имени Аякс». У него в основном вот в этих двух книгах поднимается эта тема. «Моя сестренка-ангел» история о умершей сестре, героя. Причем герой ее не знал, сестра умерла задолго до его рождения. А «Звезда по имени Аякс» это история о смерти собаки и как ребенок переживает потерю друга. Друга, который был с ним с самого рождения. Это «Вафельное сердце» Марии Парр, очень известная книга, где это не такой большой эпизод, но очень важный момент взросления героя, когда он теряет пожилого родственника, свою бабушку. Ну, точнее, бабу-тетю, сестру, деда. Это Анжела Нанетти, «Мой дедушка был вишней». Тоже история об уходе старших родственников. И совершенно шикарная книга. Амели Фрид, немецкий писатель, «А дедушка в костюме». Там эта книга, она очень своеобразно принимается русским читателям. Кто-то говорит, что так нельзя писать, такое нельзя показывать детям. Но это... Какое такое? Сейчас объясню. Это дневник горевания. Это ребенок присутствует на похоронах дедушки и медленно осознает случившееся. И он проходит все вот эти стадии отрицания, гнев, торг... И пять пунктов, которые знают все психологи. Да, да, все пять пунктов и приходит к принятию. И вот этот приход к принятию, он настолько подробно и деликатно описан, что для нашей культуры, которая привыкла о таком молчать, это становится провокативным. Однако эту книгу, как мне кажется, с детьми обязательно читать надо. Другой вопрос, какого возраста и как предварять это чтение. Но мне кажется, вот на восьмилеток она совершенно точно зайдет. Ну вот те книги, о которых мы сейчас говорим, я не успеваю, конечно, посмотреть возрастное ограничение. Я могу сказать, что удивительная история о бабушках и дедушках, это 16 плюс возрастное ограничение. Но опять же, обращаю внимание, что эти ограничения, они несколько условны. Конечно. Родителю никто не запрещает и раньше, например, начать разбирать с ребенком такие книги. Особенно, мне кажется, полезны, если в семье либо произошло что-то, подобное, либо вот ты понимаешь, что уходит кто-то из близких родственников, ребенку как-то надо объяснить, что вообще происходит, и что в какой-то момент, например, бабушки или дедушки не будет. Ну, насчет сборника рассказов скажу сразу. Так как это сборник рассказов, возрастная маркировка выставляется по тому рассказу, который... Для самого старшего возраста. Для самого старшего возраста. И, в принципе, там можно найти рассказы, которые совершенно спокойно можно читать детям. Другой вопрос, что должен это делать взрослый. Но, как мне кажется, с любой детской литературой сначала ее должен читать родители и только потом уже давать ребенку. Ну и русская литература сейчас тоже рассматривает эту тему, подходит постепенно. Из таких свежих книг могу отметить Дарью Дацук, «Домик над обрывом». Там говорится об уходе отца. Умирает отец у девочки, и она оказывается в информационном вакууме. Мать с трудом справляется с депрессией, бабушка пытается бытовую сторону жизни взять на себя, а девочка вынуждена переживать это в одиночку. Причем лишается она не только отца, который умер, но и всех остальных взрослых, которым не до нее. И это такая очень сложная, но интересная история ее прохождения этого пути. И Ирина Зартайская, книга называется «Все бабушки умеют летать», это история про то, как сохранить светлое воспоминание, как работать с тем, что ты помнишь об ушедших, и как не сделать это не по сильным грузам для себя, а из этого получать поддержку на протяжении всей жизни. Тоже, как мне кажется, очень важный момент, который должны осознать, ну, наверное, все, а даже взрослые не всегда это осознают сами. В том-то и дело, да. Я очень благодарна Наташу. Вот как раз у меня был такой запрос на такое экспертное мнение, может быть, на какой-то анализ вот этого сегмента литературы. Большое тебе спасибо, что ты рассказала. Я теперь буду знать, к кому обращаться, если что. Вот я еще хотела, Наташа, как филолог, да, Наташа, у нас кандидат филологических наук. Помоги мне разрешить одну проблему. Я когда шла сейчас на программу, я думала, как называть вот этот сегмент литературы правильно. То есть, смотрите, у нас отказались от такого термина, как женская литература. Сейчас уже его не используют, потому что это все равно какое-то ограничение, объективация какого-то вот этого жанра, да, что мы заранее там априори... Ну, стереотипы какие-то, да. Да, 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 да. То есть сейчас уже неэтично использовать. А как быть в случае с детской подростковой литературой? То есть здесь мы тоже задаем уже какие-то определенные рамки, да, и если возраст, то это тоже социальный конструкт. И здесь этично ли тоже говорить, что это конкретно детская литература, конкретно там подростковая литература, лишая ее каких-то, может быть, других больших расширений, да, и сразу ограничивая ее как детскую? Нет ли каких-то других терминов сейчас? Ну, единственный термин, который сейчас широко использует новый, это «янка-далт», но по сути это подростковая как раз литература. Насчет ограничений, мне не кажется, что использование терминологии, которая подчеркивает возраст, на который нацелена литература, как-то ущемляет эту литературу. В том же «янка-далте» есть свои подразделения, то есть «янка-далт» — это всего лишь возрастная маркировка, но это может быть хоррор, это может быть фэнтези, это может быть реалистическая литература. И если посмотреть на номинации конкурсов самых крупных детской литературы, это «Новая детская книга», это «Корнячуковская премия» и так далее, там можно заметить, что жанры, то есть номинации вот этих вот премий, они самые разные, самые широкие. И то, что сейчас стали работать с хоррором, кстати, тоже такая немножко запретная тема, история ужаса и работы с ужасом, сейчас это тоже очень продвигается, потому что с этим тоже надо жить как-то, с этим тоже надо уметь обращаться и писателю, и читателю. Можно я по секрету проболтаюсь? И ты говорила, что ты как раз писала рассказ, какое-то произведение, да? Был у меня рассказ, да, в жанре хоррора. Он написан у тебя уже? Он написан, он не опубликован, но вообще в последнее время меня от жанра к жанру так очень серьёзно бросает и штормит. То есть это и взрослые рассказы, и сказки, и какая-то, ну, в общем, совершенно разная литература. Я пробую себя в прозе везде, так как занимаюсь ей. Недавно пытаюсь нащупать что-то своё. А я вот, кстати, тоже про терминологию хочу спросить, но про другую терминологию. У нас есть слушатели, которых очень убежает наименование людей уважаемого почтенного возраста бабушками и дедушками. То есть они говорят, какие бабушки, какие дедушки, что вы себе позволяете вообще, да? То есть в этой книге всё-таки речь идёт о бабушке и дедушке как о социальном статусе, то есть это вот роль такая, да, в семье бабушка и дедушка, да? Или о людях пожилого возраста, ну, не знаю, как сказать, уважаемого возраста, почтенного, серебряного. В разных рассказах по-разному. Дело в том, что за всех авторов я, естественно, сказать не могу. В моём рассказе вот героиня Егоровна, она действительно бабушка и многожды. Она вот такой, глава такой большой семьи, разветвлённой, и она старшая женщина. Не могу сказать, что во всех остальных рассказах то же самое. Вполне возможно, где-то это просто пожилой человек, не являющийся бабушкой или дедушкой многочисленных внуков. По социальной роли своей, да? Но вас вот не обижают наименование людей серебряного возраста бабушками и дедушками? Вам не кажется, что это неэтично, неправильно? Лично меня нет, но, возможно, я об этом просто не задумывалась. На самом деле, есть выход, есть прямо словарь этичных терминов, да, по отношению к разным совершенно группам, и касающихся там и пола, и гендера, и здоровья, и возраста, да. И если есть такая потребность, то можно выбрать для себя. И если ты понимаешь, что в аудитории присутствуют люди, которых это может каким-то образом задеть, да, то лучше, мне кажется, использовать более этичные термин. Более нейтральные. Да, да. Хотя мне кажется, что слова бабушки и дедушки это очень тёплые слова такие вот, ну, очень позитивными какими-то воспоминаниями, эмоциями там у каждого из нас окрашены. Я не знаю, мне так кажется. Ну, у нас сложно с такими терминами, то есть даже обращение, кого-то оскорбляет обращение девушка, кого-то оскорбляет обращение женщина. Никогда не угадаешь. А каких-то общепринятых и устоявшихся у нас нет, вот и каждый раз индивидуальный подход получается. Каждый раз индивидуальный подход. Наталья Панишева, Михаил Андрианов в нашей студии. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу. Программа «Культ поход» продолжится и скоро уже будем разыгрывать призы. «Культ поход» Программа «Культ поход» продолжается. Время неумолимо бежит вперёд. У нас длинный список призов. Вот я думаю, как лучше сделать всё-таки. Мы хотели прочитать ещё один рассказ, насколько я понимаю. Да, он очень короткий, буквально на одну минуту. Это новый рассказ, который Наташа написан совсем недавно. И ещё нигде не опубликован. Ещё никто его не слышал. Кроме нас. Кроме нас никто его не услышит. Наших слушателей пока. Давайте мы тогда, может быть, вот как сделаем. Давайте мы всё-таки сначала прочитаем рассказ, потому что, может, потом на него времени не хватит. А потом будем разыгрывать призы. Хорошо. Хорошо. У меня есть цикл рассказов о снежной бабушке. Опять же, о бабушке. И вот это рассказ из этого цикла, очень такая маленькая сказка. Однажды снежная бабушка сидела на лавочке на причале, и играющие рядом дети спросили её. Снежная бабушка, скажите, а почему вы всегда одна? Почему у вас нет снежного дедушки? О, он есть, улыбнулась снежная бабушка. Тогда почему мы никогда его не видели? Дело в том, ответила снежная бабушка, что он работает смотрителем маяка. Того красно-белого маяка, который стоит на чаячьей скале, спросил мальчик по имени Уве. Он любил читать и к тому же хорошо знал географию. Нет, покачала головой снежная бабушка. Его маяк дальше. Тогда, немного подумав, сказал Уве, того синего в белую полоску маяка, который стоит на тюленьем камне. Нет, его маяк ещё дальше. Но дальше нет маяков, упрямо возразил Уве. Я видел карту. Дальше тюлень его камня, только море, а за ним вечные льды. Сядь-ка сюда. Снежная бабушка, приглашающая, похлопала рукой по скамеечке рядом с собой. А когда Увы и другие мальчики и девочки сели рядом, она сказала. Этот маяк светит всем морякам земли с незапамятных времён. И никогда он не гасни на минуту. Ведь если он погаснет, все корабли мира собьются с курса. И смотрителем этого маяка может стать далеко не каждый. Этот маяк огромен. Он так велик, что его видно отовсюду. Да вот же он! И снежная бабушка показала на синее вечернее небо, где сияла полярная звезда. Дети, затрав головы, глядели в небо. Глядела на звезду и снежная бабушка. И морской ветер гладил её седые кудри. Спасибо. Ужасно люблю Наташи рассказы. Спасибо большое, Наталья. Я даже не знаю, как сейчас этически переключиться с рассказом на розыгрыш призов. Но, может быть, мы... У нас среди призов есть книги, поэтому... Начнём либо с книг, либо с детского спектакля, между прочим. Хорошо. Давайте тогда мы начнём с озвучивания призов от магазина «Читай город» как раз наших партнёров. Мы разыгрываем три книги. Это «Любовь Баринова» Ева, роман о похищении трёхлетней девочки, о любви, мести, жалости, сломленном духе, больной привязанности и вере в то, что добро побеждает зло. 16 плюс ограничение возрастное. Да, также это Николай Жаринов исповедь литературоведа «Как понимать книги от Достоевского до Кинга». Литературоведческого анализа в этой книге нет, зато есть исповедь литературоведа и нерасторжимая связь между жизнью и литературой. 18 плюс. Евгений Водолазкин, сестра четырёх, сборник пьес для чтения. Автор смело берётся за данный жанр и создаёт актуальные острые и философские пьесы. 16 плюс возрастное ограничение. Ну и напоминаю, что эти и другие книги можно найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенской, 65, торговый центр «Театро» и Ленина 103а, торговый центр «Крым». Также у нас есть сегодня в розыгрыше пригласительный в Кировский драматический театр на гастрольные спектакли русского драматического театра имени Маяковского. Город Душенбе. Да. На следующей неделе. Да. 11 ноября будет спектакль «Гамлет» ограничение возрастное 16 плюс 18.00 и билет на 12 ноября 18.00 спектакль «Тортьюв». Также ограничение 16 плюс. Ну и наш кировский спектакль мы тоже предлагаем зрителям 18.25 запрещенный роман. Это 14 ноября 17 часов ограничение 12 плюс. Кроме того, у нас есть пригласительный в театр «Кукол» на ближайшие выходные. 7 ноября в 11.00 спектакль «Золотой ключик» или «Приключение Буратино» ограничение 0 плюс. Также два билета на любой фильм и на любой сеанс в кинотеатре «Дружба». И пригласительный в органной зал «Вятской филармонии» на 11 ноября концерт «Солист-орган-оркестр» начало 18 часов ограничение 12 плюс. Вот такие у нас призы. Да, звоните, уважаемые слушатели 211.01 А сейчас мы попросим Михаила задать свой первый вопрос. Да, ну я, поскольку человек театральный, разговор у нас шел о бабушках, у меня будет вопрос о театральной бабушке. У нас в театре некоторое время назад, точнее 11 лет назад была премьера, был такой спектакль «Толстая тетрадь». Он был довольно известен, даже номинировался на национальную театральную премию «Золотая маска». Главными героями там были два брата-близнеца, которых играли я и Константин Бояринцев, и их бабушка. Ну вот, собственно, очень простой вопрос. А кто играл бабушку нашу? Варианты ответа нужно предложить, да? Да, будет лучше, если мы это сделаем. Ну вот, например, Татьяна Махнёва, Марина Карпичева или Антонина Иванова. 211-101, спектакль «Толстая тетрадь». Уже есть звонок. О, есть звонок. Но сейчас нам выведут просто слушателя. Три варианта. Правильный ответ среди них. Можно будет выбрать. Так, я просто вижу уже, что продюсер подняла телефонную трубку. Да, да, да. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей, вы будете угадывать или вы знаете правильный ответ? Знаю. Марина Карпичева. Совершенно верно. С первой попытки Андрей угадывает. Так, Андрей, спасибо. Это был правильный ответ. Какой приз вы хотели бы получить? Истовитель литературы дроведов. Николай Жаринов забирает Андрею эту книгу. Хорошо. Продолжаем. Едем. Едем дальше с нашими вопросами. Спасибо вам. До свидания. Наталья, второй вопрос. Ну что, мы уже упоминали сегодня Нарине Абгарян, и поэтому мой вопрос будет о ней. В её самой знаменитой книге Манюня главными героями являются Нарине, Манюня и бабушка Манюни. В книге её зовут просто Ба, но вообще-то у неё есть имя и отчество. Так вот, я бы хотела услышать от наших слушателей, как зовут Ба из книги Манюня Нарине Абгарян. Варианты ответов. Ираида Арчибальдовна, Изольда Тихоновна и Роза Иосифовна. Изольда Тихоновна это откуда-то что-то знакомое вообще очень. Я почему-то не могу сообразить, откуда. На самом деле, книжка довольно известная. Я думаю, очень многие те, у кого и дети читали её и сейчас вспомнят имя бабушки. Но если нет, можно очень быстро загуглить. Можно попробовать угадать, можно загуглить совершенно верно. 211-101. Мы ждём ваших правильных ответов. Пока нет звоночка, мне хочется вот у Миши спросить. Миша, ты читаешь Наташины рассказы, все произведения, вот ты как человек театра, у тебя возникает желание поставить, сделать что-то с этим текстом в театре. Есть у тебя такие? Оставить это другая профессия. Предложить режиссёру, поскольку мне хотелось... Не знаю, я как-то об этом не задумывался. Всё-таки вот семья это отдельно, театр отдельно. Ну, вообще подумать надо. На самом деле, я человек, увлекающийся художественным словом, художественным чтением. И не исключено, что стихи-то Наташины у меня в репертуаре уже давно есть. А, это потрясающе. Вот, может быть, и до прозы дело дойдёт, не исключено. Так, у нас есть звонок. Спасибо. Или нет? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я бы хотела ответить на вопрос. Единственное, что я только угадаю. Ираида Арчибальдовна. Нет, это неправильный ответ, говорит. Вот есть ещё вторую попытку. Ну, давайте вторую попытку. Иосифовна. Иосифовна, да. Это верно. Это верно. Говорит Наталья, да. Это правильный ответ. Со второй попытки вы угадываете. Какой приз вы выберете? Я бы выбрала книгу Евгения Водолазкина. Водолазкина вы заберёте. Хорошо. Пожалуйста, трубочку не кладите. Вам продюсер наш объяснит, как книгу забрать. Она у нас в редакции. Спасибо. И ещё один вопрос. Успеваем? Сейчас я просто посмотрю за временем, не слежу. Есть ещё три минуты. Успеем. Наташа, давай. Ну, хорошо. Многие в детстве читали такую книгу «Я, бабушка, Илько и Иларион». Очень известную. А кто её автор? Варианты ответа Фазиль Искандер, Нодар Думбадзе и Гурам Петриашвили. Три варианта ответа. А название книги можем ещё повторить? «Я, бабушка, Илько и Иларион». Мне кажется, многие тоже читали это произведение. Да, книга очень известная. Миша, ты читал? Конечно. В 211-101 мы ждём вашего правильного ответа. Пока мы ждём правильного ответа. У нас Мария просто разговаривает пока с предыдущим победителем, как я понимаю. Поэтому телефон пока занят. Мы немножечко подольше будем ждать правильный ответ. Что ты смотришь на меня с таким? Я просто пытаюсь понять там, что происходит. Ну ладно. Что-то происходит. Что-то происходит. Пока будем всё-таки ждать, наверное, эту книжку и ждать, когда она появится в магазинах нашего города. И, кстати, очень быстро появляется в нашей библиотеке имени Герцена. Я когда прихожу, прямо книжные новинки там... А мне кажется, что это такая история, она, наверное, ведь обязательная для авторов. Да, конечно. Каждый экземпляр новой вышедшей книги должен быть распространён по библиотекам, ну, по крайней мере, областным библиотекам. Библиотеки закупают, да, и в Герцинге действительно оказывается самое быстрое появление книги, самое быстрое в Герцинге. Предыдущий сборник была такая токсичная книга этого же издательства. Это была серия баек и историй про такси и таксистов. Токсичная книга. Ну, она так называется. Что поделать. Да, как раз с этим расчётом. То есть там хайп немножко словили. И авторский сборник дошёл до меня с большим опозданием, а вот в Герцинге я его увидела впервые. Отлично. Так, у нас, наконец-то, есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Светлана. Светлана. Вы знаете ответ на вопрос или будете отгадывать? Да, я думаю, что это Нодар, Думбадзе. Совершенно верно. Это верный вариант ответа. Отлично. Светлана, мы вас поздравляем. Какой приз вы хотели бы забрать? Я хотела бы 14 ноября музыку слушать. Так, подождите, подождите. Это 11 ноября. Если вы про филармонию и про органное золото, это 11 ноября. Извините, 14 ноября. А 14 ноября это 18.25 запрещенный роман спектакля в драматическом театре нашем. Тогда, да. 14 ноября в театр. В театр. Хорошо. Отлично. Поздравляем вас. Заберете билет. Билетик тоже у нас в редакции. Пожалуйста, трубочку не кладите. Вам сейчас продюсер объяснит, как его забрать. У нас остается буквально, буквально остается минутка до конца эфира, даже половины минуты. Мы напоминаем о том, что сегодня мы говорили про удивительные истории о бабушках и дедушках. Новый сборник. Это издательство АСТ, в котором есть рассказ нашей гости сегодняшней Натальи Панишевой. Рассказ называется «Потом приду». Отрывок из него мы сегодня послушали. И в ближайшее время, ну просто на сайте я уже вижу магазины «Читай город». В ближайшее время эта книга, я думаю, что появится и в библиотеках, и в магазинах. Пожалуйста, ищите. Книга для детей и для взрослых, как это обычно бывает. Спасибо большое нашим гостям, Наталье Панишеву, Микел Андреадов. Программа «Культ поход» на этом завершается.